привет друзья и гости моего канала вышли мы с козочками попастись сегодня всю ночь лил дождь сильный дождь думала и днем будет тоже лить но смотрю немножко показалось солнышко ну и пользуясь случаем мы на прогулке все смотрю на тайгу как бы до срока у нас меньше недели в ими еще не налилось и чем дальше тем больше сомнений о сомнении так что скорее всего мы это и гап просто толстая кушает хорошо девочка ну хорошо что хоть парень под боком парень растет так что если что покроет мне девчонку на днях тут меня козы мои испугали точнее тайга вот у нее на пузе видно такое пятно коричневое приезжаю а это пятно такого алого цвета если честно думал смайл зарядил ей в бок и мне показалось что там кровь общупала пятно влажное дырки нет к счастью раны вроде нет другие смайл не в крови значит в принципе не он и одним словом я не поняла куда она умудрилась куда влезть в какой-то типа что-то инпрегнат она у меня в хлеву такого вообще ничего нет не стоит так что чем она перепачкалась вообще я без понятия ну а козы уже хотят пастись хотят травы хотят вкусняшек сами выбирать что им повкуснее они чем хозяйка угостит так и не начали кушать ни кабачки ничего не огурцы всю лишнюю зелень съедают куры кстати интересная новость с курочкой павловкой она на днях стала мамой павловка по ходу кого-то высидела просветила на днях я яйца часть была на последнем сроке часть я выкинула потому что это первые дни только зародыши но сейчас она так сидит по моему там кого-то прячет а прятала моя павловка одного цыпленка вообще не хотела я давать и никаких яиц просто думает сидится сидится и успокоиться но тут ей курочки одна за другой нанесли а я даже не заметила не приставала к ней потому что она дерется пытается клюнуть в руку думаю сидит на каком-то одном яйце пусть сидит а яиц было не знаю штук шесть наверное и все на разном сроке вот самое первое самое 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 которое она высидела и там еще осталось несколько в тот момент как я пришла под павловкой сидел один черненький цыпленок а потом она пошла опять на гнездо и вот уже несколько дней и и опять не вижу так что что там у нее или она еще кого-то высидела или нет я даже не знаю не знаю даже как этот малыш который остался у нее я подсыпаю им там поближе еду ставлю воду чтобы малыш смог попить ну и надеюсь что она будет очень хорошей мамой конец сентября воздухе уже чувствуется осень детки уже морально готовятся к школе а младшие не могут дождаться когда же наконец первый класс а мне так хочется чтобы лето не кончалось это тепло так хорошо летом ну а еще хочу молока из сыра хоть не козьего но заказала этот раз коровьего вареного и молочка на базар не попала но в другом месте заказала как приятно смотреть так с аппетитом лопают и пока что не спешат в и лев красивый денек кстати сегодня нет ветра на днях тут пробовала снимать на такой ветер очень не люблю когда шумит потом на камере слушать это все очень неприятно раздражает слух просматривала на днях объявления очень благоприятное время для покупки коз по сравнению с весной цены упали и можно по низкой цене достаточно купить неплохую козочку себе ну а также появляются уже объявления о предоставляемых услугах козликов скоро начнется случный сезон многие козы я уже слышу покрыты но уже тема для нас козоводов становится актуальная ну а также появляются объявления о продаже козлов если кому-то нужен рабочий козлик то уже уже самое время можно заняться поисками но если кому нужен козлик только на следующую осень то в принципе я брала бы весной мне кажется так выгоднее зачем зиму держать если купить можно в каком феврале марте и к осени такой козлик уже сможет покрывать о боже кто ребенка потерял маленький схлопотала я от мамы курица чтобы не лезла к детям так что два есть но отличная мама отличная мама и дальше сидит на яйцах подрастают наши цыпики красавчики уже оперились понемножку конечно я сказала место им тут маловато но не имею я их куда перевести пусть еще растут на свободу еще выпускать рано сумасшедшие козы могут затоптать нас и здесь не плохо кормят да тайга еще на поле ходить пока присела куры меня начали клевать решили что у меня вкусный свитер до ручная любимая курочка моих деток перышко старушка наша красавчик ты красавчик до чего красивая птица с хохолком наш маленький миксик петушок самый маленький шустрый у некоторых цыпляток получились очень красивые цвета перепелиные золотом классные ну и вроде даже несколько моих павлова получилось что смайл отогнал курицу от зерна да как же без кур когда куры живут вместе с козами они залезут везде немножко покажу как поживает мой огородик так хорошо срослась малина что просто забора почти не видно понемножку приспевают ягодки одна другая просто пока что кушаем георгинке что-то меня не очень радует цветением хотя вот смотрю бутоны образуются может еще может еще порадуют надеюсь цукиния уже понемножку желтеет думаю скоро уже закончится хотя на одном кустике еще несколько есть огурчики желтеют но еще понемножку собираем покушать хватает клубнику освободила от компании бархатцев очень они ее затемнили начали страдать кустики очень большими они стали поэтому теперь клубничка живет сама по себе собственной грядке а маленькие георгинки цветут клубничка в парнике немножко страшновато и мне кажется что на нее напал паутинный клещ купила я химию попробую опрыскать подпорядковать уже надо обрезать старые листья одним словом уже пора приводить все в порядок маленькие помидорки вильма на кустиках есть но подъедают их мне кажется слизней потому что все листики в каких-то дырках а время от времени нахожу пустые помидоры съеденные опять наверное слизни огурчики мы приболели но не очень я понимаю чем их лечить так что до последнего будем выжимать сколько тут получится огурцы собирать а потом просто их выдерну помидорчики вот это не знаю какой сорт но такой крупный классный помидор большие плоды очень даже мне нравится не все сорта у меня оказались удачными некоторые прямо никакие а эти вот ничего большие много плодов вкусные плоды мелковатая правда но ничего страшного а вот тут тоже из мелких но что-то этот сорт мне не очень понравился он для начала был красивый декоративный а теперь я смотрю помидорчики почти съедены и не знаю или будут новые три кустика клубнички купчиха ждут место когда я освобожу и посажу кстати заказала еще несколько ремонтанные забыла сорт как называется если получится купить сделаю обзорчик ну а тут сбоку альбион фриго был посажен в этом году этой весной опять цветет кустики большие время от времени лакомимся ягодками ну пусть сорт мне понравился резвится моя подружка все выздоровела собака выздоровела попа уже совсем красивая никаких залысин на ней нет правда сейчас очень линяет долинивает все то что не выленяло летом майла но бархатцы от клубники я не просто выдернула и выкинула а рассадила по своему участку частично уже начинаю собирать семена и очень хочу засадить после забора следующий год олененок в кустах и в цветах что происходит с прудиком рыбки живут рыбки подросли надо фильтр уже почистить компрессор сломался купили новый так и не установили лентяи лентяи но в принципе пруд держится хорошо не зеленеет вода прозрачная очень им довольна одно из лучших приобретений в этом году и тут бархатцы это один кустик такой огроменный где прижились где не очень еще ну просто выкинуть было жалко на тыркало везде если все хорошо виноградика в этом году будет и немало только надо его пробрызгать я как раз химию купила какой-то фунгицид от мучнистой росы в этом году думаю виноградик мой точнее удастся его спасти привет привет утконос утиный ты наш нос мальчик зеленеет счастья вкусненького дам драться будешь это хороший очень любит купаться но вырос не крупный летом я занималась черенкованием мне кажется часть все таки прижила часть туек ну конечно посмотрим как они перезимуют сколько перезимует ну короче весной будет понятно ну а тут мне кажется укоренились несколько лапочников еще вот какой-то кустик ну и несколько кустиков вот такой вот хвойный и вроде видно пихта или как там его зовут вроде тоже еще зеленый сидит очень интересно какой будет урожай картошечки пока что зеленая пока что еще не пробовали копать прижилась голубика но еще не спеет но и несколько кустиков жимолости розочка выпустила бутончики где это надеюсь еще успеет зацвести красавчики колеусы очень мне нравится ремонтанный сорт малинки правда не знаю как называется вроде полька но боюсь соврать нравится она мне тем что срезается она под ноль осенью то есть на зиму не остаются эти палки бодели ягода крупная сладкая не червивая и приспевает она как раз осенью когда уже не так много ягод не так много вкусностей уже до последних точнее до первых морозов пока не смерзнет все с такого небольшого участка мы успеваем и покушать и успеваю я наварить варенье на зиму очень хочу следующем году вот здесь возле забора цветник устроить еще не определилась какие тут растения все-таки посажу хотелось и георгины еще что-то может многолетники просто очень неудобный подход очень тяжело косить газонокосилкой возле забора остается какие-то такие травинки длинные а с ножницами ходить тоже мне не нравится так что хочется спорядковать чтобы было и красиво и декоративно и не так много работы а через заборчик ежевика растет ежевика огромные кусты почему-то последний раз пробовала ягода была не очень вкусной сладкой ну так себе ну и вроде бы рассказала о последних новостях о всем что происходит на данный момент у нас дома на сегодня все пока пока у нас дома на сегодня все пока это очень вкусно пока 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 и